Привет друзья! Подписчики моего канала могли заметить, что я достаточно часто тестирую видеорегистраторы. Сегодня я хочу подвести итог этому тестированию и разобраться с тем, какие функции нужны видеорегистратору, а без каких можно обойтись. Достаточно часто производители прибегают к маркетинговым ходам и дописывают в характеристике видеорегистратора функции или особенности, которые в жизни практически не нужны, но вам приходится доплачивать за это лишние деньги. Вот с этим вопросом сегодня мы разберемся. Первое, на что хочется обратить внимание, это разрешение съемки. Я тестировал регистраторы с разрешением от SD до 2К и соответственно могу разобраться с вопросом, какое разрешение является оптимальным. Существует миф о том, что чем выше разрешение, тем лучше качество съемки. И действительно, есть некоторые технические основания так говорить, но на качество съемки влияет не только разрешение, на качество съемки влияет разрешение, качество объектива и качество матрицы. И поэтому, если регистратор снимает с высоким разрешением, соответственно и объектив и матрица должны это разрешение давать. Иначе вы просто получите замыленную картинку с высоким разрешением. И это высокое разрешение никак не поможет вам, к примеру, лучше читать номера автомобилей или лучше расследить дорожную ситуацию. Иногда, особенно в недорогих видеорегистраторах, производители прибегают к интерполяции. Интерполяция это получение высокого разрешения с низкого путем программного растягивания картинки. То есть это сравнимо с тем, что вы просто в видеоредакторе возьмете картинку с низким разрешением и растянете ее до высокого разрешения. Конечно же, никаких дополнительных деталей на картинке вы не увидите, просто файл будет больше и кадр будет иметь больше точек. Но никакой дополнительной информации на картинке не появится. По моим наблюдениям, картинка с разрешением HD уже вполне достаточно для того, чтобы вы разобрали все детали на картинке. Если же регистратор снимает с картинкой Full HD и это честная Full HD, то есть и оптика, и матрица позволяет получать изображение Full HD и регистратор не применяет интерполяцию, то такая картинка уже имеет вполне хорошее качество для того, чтобы разобрать и номера автомобилей и все детали дорожной ситуации. Более высокое разрешение, конечно же, является плюсом, опять же, если и матрица и оптика позволяют получить такое более высокое разрешение, но вовсе не является обязательным. И, соответственно, переплачивать за него или нет, это уже только ваш выбор. Второй момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это качество крепления регистратора, то есть кронштейн и присоска должны быть высокого качества и должны жестко крепить регистратор к стеклу, иначе регистратор будет дребезжать, а это очень сильно сказывается на качестве картинки. Матрицы у регистраторов устроены так, что при вибрации картинка начинает замыливаться и, соответственно, вы не разглядите номера автомобилей и особенно это актуально с нашими не очень хорошими дорогами, поскольку практически на любой дороге ваша машина будет вибрировать и, соответственно, регистратор тоже будет вибрировать. Поэтому, чем жестче крепление, чем лучше кронштейн, чем меньше у него колен, тем лучше. Второй нюанс, который касается крепления или кронштейна, это степени свободы. Если вы можете регистратор поворачивать, к примеру, вы сможете снять инспектора ГАИ, который подошел к вашему автомобилю и иногда это очень полезно. Поэтому, когда вы выбираете регистратор, обратите внимание на кронштейн. Третий момент, на который я обращу ваше внимание, это удобство снятия и установки регистратора, поскольку большинство пользователей видеорегистраторов, когда уходят с автомобиля, забирают регистратор, чтобы не привлекать лишнее внимание к своему автомобилю, к регистратору и не провоцировать определенных людей залезть в ваш автомобиль. И, соответственно, каждый раз, когда вы выходите с автомобиля, вы будете вынимать регистратор и, когда вы возвращаетесь в автомобиль, вы будете устанавливать его обратно. И от удобства, от легкости установки снятия зависит ваш комфорт. Также обратите внимание на провод питания, который подходит к регистратору. Он должен жестко крепиться, не должен дребезжать и не должен отвлекать вас от дорожной ситуации. Четвертый момент, на который я обращу ваше внимание, это надежность видеорегистратора, поскольку в каждый момент времени вы хотите быть уверенными в том, что дорожная ситуация была зафиксирована на видео и в случае чего вы обязательно со стопроцентной уверенностью имеете видеодоказательства тех происшествий, что произошли на дороге. Поэтому, если регистратор зависает, если его работа не очень надежна, а это вы можете узнать из отзывов пользователей, которые уже пользуются этим регистратором, соответственно, такой регистратор также вам не подходит. Выбирайте регистраторы, возможно, немножко дороже надежных производителей, но такие регистраторы, которые могут работать и в холод, и в жару, поскольку условия в нашей стране колеблются очень широко, скажем, от минус 35 до плюс 40, и, соответственно, регистратор должен выдерживать и холод, если вы оставили его на парковке в автомобиле, с утра он должен четко включиться и записывать дорожную ситуацию. И, соответственно, если вы оставили его в жару, также это не должно сказываться на его работоспособности. Пятый момент, о котором мы сегодня поговорим, это программные улучшения качества картинки, такие как улучшение ночной съемки, VDR и тому подобное. В большинстве случаев такие фишки действительно помогают вам ночью разглядеть картинку и, к примеру, не позволяют номерам автомобилей заслепляться и быть нечитабельными. К примеру, система VDR мне лично очень понравилась. Она действительно делает ночную съемку более качественной, более детальной, и не только по визуальному восприятию, но и по количеству деталей, которые записываются на видео. Это очень важный момент, и перед использованием какой-то программной обработки обязательно попробуйте включить ее и выключить, и посмотрите не только на визуальное качество картинки, но и на то в картинке стало больше деталей или меньше. К примеру, номера автомобилей считаются лучше или хуже. Стоит помнить, что видеорегистратор это не видеокамера, и поэтому визуальное качество картинки здесь второстепенно, а первостепенно здесь все-таки количество деталей и то, насколько вы сможете расследить дорожную ситуацию, номера автомобилей, их цвета и так далее. Поэтому я лично советую обратить внимание на видеорегистраторы, которые хотя бы для ночной съемки имеют дополнительные улучшения, такие как VDR, о котором я уже говорил. Шестой момент, на который вы должны обратить внимание при выборе регистратора, это наличие GPS-логера. GPS-логер позволяет вам на видео фиксировать скорость движения вашего автомобиля и его координаты. И, соответственно, далее, когда вы будете просматривать видеоролик, вы можете на карте увидеть место положения вашего автомобиля и скорость движения в каждую секунду, в каждый момент времени. Это очень важно, когда вы будете производить разбор какой-то дорожной ситуации и заходите выяснить или доказать кому-то, что вы двигались, к примеру, без превышения скорости. И побочный плюс от наличия GPS-логера такой, что он будет предупреждать вас при превышении скорости. К примеру, вы задаете максимально допустимую скорость в населенном пункте, где вы находитесь, и когда вы будете превышать эту скорость, GPS-логер будет вам либо голосом, либо звуковым сигналом предупреждать. И таким образом вы сможете сэкономить ваши деньги и не платить лишние штрафы. Поэтому я считаю, что GPS-логер очень полезная вещь в видеорегистраторе. Нужен ли он вам, решать только вам. Я бы, конечно, покупал регистратор, у которого есть GPS-логер, поскольку такие регистраторы не намного дороже, но в видеозаписи вы будете иметь гораздо больше полезной информации с вашей дорожной ситуацией. Следующий момент, о котором мы поговорим, это видеорегистраторы на Android. И такие видеорегистраторы имеют и свои плюсы, и свои минусы. Плюсом, конечно же, является гибкость и то, что вы можете установить дополнительные программы на свой регистратор и расширить его функциональность. К минусам же можно отнести, во-первых, цену, поскольку такие регистраторы более дорогие. И второе, то, что вы рискуете поставить не очень качественные программы, и ваш регистратор будет работать не очень надежно. И виной этому будет не сам регистратор, а именно те программы, которые вы установили. Поэтому, если вы выбрали видеорегистратор на Android, не стоит туда ставить непроверенные программы или программы от ненадежных производителей. Также не стоит ставить слишком много программ, поскольку Android может из-за этого плохо работать. Но в целом, я считаю, что система Android для видеорегистраторов достаточно неплохо подходит, и можно действительно рассмотреть видеорегистратор на этой операционной системе. Следующий момент, на который вы можете обратить внимание при выборе регистратора, это парковочная съемка. Парковочная съемка на данный момент, к сожалению, есть далеко не во всех регистраторах. К примеру, я пользуюсь регистратором Geyser H714 именно с функцией парковочной съемки. Эта функция была решающим фактором при выборе видеорегистратора. Режим парковочной съемки позволяет вести видеозапись ситуации с вашим автомобилем в то время, когда автомобиль находится на парковке. Но, соответственно, видеорегистратор, который имеет режим парковочной съемки, немножко более сложный в установке, и его нужно подключить отдельным проводом напрямую к аккумулятору автомобиля. Поскольку, когда вы выключаете автомобиль, этот регистратор должен продолжить свою работу, а напряжение в прикуривателе уже будет выключено. Следующая тема, о которой мы поговорим, это G-сенсор. Наличие G-сенсора сейчас обязательно практически для любого видеорегистратора. G-сенсор позволяет помечать те фрагменты видео, в которых были сотрясения регистратора, то есть это возможный удар автомобиля, помечать их как защищенные от записи. И, соответственно, при циклической записи эти фрагменты не будут стерты. И я считаю, что это полезная функция, она должна быть в каждом регистраторе, но вы должны очень тонко отнестись к настройке этой функции. Поскольку, если чувствительность G-сенсора настроена на очень высокие параметры, то вы будете иметь много ложных срабатываний. К примеру, когда вы будете ехать по брусчатке или просто по неровной дороге, ваш G-сенсор будет постоянно срабатывать и помечать практически все ваше видео, как защищенные от записи. И далее у вас на флешкарте не останется места для дальнейшей съемки. В следующем пункте я хочу разобраться, нужна ли батарея видеорегистратору и нужен ли встроенный экран. Конечно же, многие из вас сейчас скажут, что да, эти функции обязательны. Но я могу сказать, что себе я выбрал регистратор без встроенного экрана и без встроенной батареи. И это позволило моему регистратору быть настолько миниатюрным, что я могу его не забирать с автомобиля. И для меня это очень важно. Я не забираю свой регистратор с автомобиля, поскольку его практически не видно снаружи. Если вы собираетесь регистратор использовать где-то за пределами автомобиля, к примеру, просто как обычная камера, конечно же, вам нужна батарея видеорегистраторей. Но если вы регистратор используете только в автомобиле, то вполне достаточно того, чтобы регистратор питался от аккумулятора автомобиля. И иметь свой аккумулятор, как я считаю, не совсем обязательно. Что касается экрана, давайте разберемся, зачем вам нужен экран. Прежде всего для того, чтобы настроить параметры регистратора. Но если параметры регистратора можно настроить по сигналам светодиодов, в принципе, эта задача решена. Или же второй вариант, если вы можете подключить ваш регистратор один раз к экрану и настроить, и далее его использовать просто уже с заданными параметрами, также эта функция решается. Вторая задача, которую выполняет экран, это просмотр уже отснятого материала, отснятых роликов. И это, конечно, очень важно, но вы вполне можете взять флешкарту с регистратора и посмотреть на ноутбуке ролики уже на более большом экране. Поэтому решать только вам, нужен вам экран или нет. Так ли часто вы будете в автомобиле просматривать ролики, которые записал регистратор. Я выбрал регистратор без экрана, поскольку в моем автомобиле установлена магнитола от Geyser, которая имеет большой красивый экран, и я вполне могу смотреть изображение с регистратора на этом экране. Меня это вполне устраивает. А то, что регистратор маленький, то, что наличие экрана не отвлекает, особенно в ночное время, когда экран светится и рассеивает ваше внимание, для меня более важные факторы, чем наличие экранчика в регистраторе. Отдельной темой стоит рассмотреть использование экшн-камер в качестве видеорегистратора. Таких камер, как AEE или GoPro. И вы вполне можете использовать свою GoPro или AEE в качестве видеорегистратора. Однако, если вам нужен просто видеорегистратор, не стоит покупать экшн-камеру вместо регистратора, поскольку в некоторых случаях регистратор имеет более полезные функции для использования в автомобиле, чем экшн-камера. Однако, если у вас уже есть экшн-камера или вам нужна экшн-камера, покупать и экшн-камеру, и регистратор смысла нет. Просто купите экшн-камеру и используйте ее в автомобиле, докупив присоску или систему крепления в автомобиле. Я надеюсь, что этот ролик был для вас полезен. И некоторые мифы мне удалось развеять, а некоторые подтвердить и помочь вам разобраться в тонкостях выбора видеорегистратора и в тонкостях выбора тех функций, которые именно вам нужны и которые вы ждете от своего видеорегистратора. Подписывайтесь на канал, если вам видео понравилось. Ставьте палец вверх. И еще раз хочу поблагодарить магазин 130.com.ua за то, что предоставлял мне видеорегистраторы на тест. И все видеорегистраторы, которые вы видели на моем канале, тесты, которых вы видели на моем канале, можно купить в магазине 130.com.ua. Пишите под этим роликом, какими регистраторами пользуетесь вы, какие регистраторы вам нравятся или какие вы хотите купить. Возможно, сомневаетесь, можете спросить совета у других подписчиков моего канала. На этом все. Пока!